В начале 2015-го Харьковщину с рабочим визитом посетил президент Украины Пётр Порошенко. В кулуарах его поездку связывали с грядущими кадровыми изменениями в аппарате Харьковской облгосадминистрации. Заговорив о том, что регион должен возглавить сильный управленец, Пётр Порошенко называет имя заместителя главы администрации президента и прямо на совещании подписывает указ о его назначении новым губернатором. Призначити раненого Игоря Львовича, главой Харьковской областной администрации, президента Украины Петро Порошенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучайно, он отбылся и раньше, как региональный лидер. Но так быстро опановать справа в масштабе всей страны, я этим фактом, этой правосудательностью, этой организованностью, этим патриотизмом был насправдно приемным вражением. Уже бывшего главу обл. администрации зал поддержал аплодисментами. Игорь Балутов вспоминает, губернаторское кресло досталось ему в сложное для страны время. Моя главная задача – это сохранение украинской государственности на территории региона. Спасибо, пан президент. Я считаю, что мы вместе, вместе со всеми патриотами нашего города и нашей области справились с этой задачей. В первую очередь на новом посту Игорь Райнин занялся вопросами обороны Харьковской области и предупреждения о диверсии. Также озвучил планы относительно проблемных заводов региона, например, смена руководства на государственных предприятиях. Также пообещал продолжить работу по привлечению инвесторов в Харьковскую область и сохранению уже существующих. Те люди, которые против Украины, те движения, которые против Украины, еще раз повторяю, будут немедленно и жестко отсекаться. Моментально. Вторая задача, которую поставил президент – нещадная борьба с коррупцией. Я думаю, в ближайшее время увидите результаты. Через почти месяц после назначения на очередной сессию облсовета Игорь Райнин внес предложение включить в распорядок вопрос о поддержке решения Верховной Рады о признании России страной-агрессором. Депутаты голосования провалили, а в сессионном зале разгорелся политический скандал. 37 человек не признают решение государственного органа Украины? Тогда, Анатолий Анатольевич Дмитриев, вот то, что вы говорили относительно подрывной работы, мне так кажется, вы проверили. Но здесь большая основа. Люди, депутаты областного совета, которые не признают решение Верховной Рады и не высказывают никакие позиции, не голосовали. А голосуйте против. Тем не менее, были приняты изменения в областной бюджет на текущий год, новые программы и стратегии развития региона до 2020 года. По оценке специалистов Центра политических студий и аналитики, Харьковская область вошла в шестерку регионов, имеющих полные и комплексные стратегии развития на ближайшие пять лет. Спустя полтора месяца в ходе пленарного заседания 35-й внеочередной сессии облсовета вопрос о признании РФ страной-агрессором рассматривают первым, и его поддерживает большинство депутатов. С прошлой сессии прошло не так много времени. Тогда за Россию-агрессора проголосовали 63 моих коллеги. Сегодня эта цифра 99, и это значит, что Харьковщина вызначилась, что Харьков – это Украина. Такое же решение принял и Харьковский горсовет, но лишь после того, как глава облгосадминистрации Игорь Райнин направил письмо мэру, в котором настоял, чтобы депутаты определились со статусом соседнего государства. В апреле этого года Верховная Рада осудила коммунистические и нацистские режимы и запретила использовать их символику в качестве пропаганды. Парламент принял сразу четыре закона о декоммунизации страны, которые в мае поддержал и сам президент. Их уже назвали веховыми в истории независимой Украины. На исполнение закона об осуждении тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики местным властям давалось полгода. Столь важный вопрос о переименовании харьковские чиновники решили обсудить с громадой на слушаниях, которые даже не начавшись переросли в конфликт. После того, как в состав счетной комиссии не попали представители общественности, активисты прорвались на сцену и заблокировали работу президиума. Вице-мэр Игорь Терехов заявил о переносе мероприятия на следующий день. В киноконцертном зале Украины опять собрались около двух тысяч харьковчан. Однако обсуждения снова не состоялось. Решение по вопросам переименования депутаты рассмотрели на сессии городского совета. Сегодня это было более в жесткой форме, как я понимаю, потому что, как мне сказали, там находились люди, имеющие при себе оружие. Вы видели, что люди, которых я считаю действительно героями, настоящими героями, которые были в АТО, они пытались противостоять этому и действительно навести порядок. Решением сессии горсовета уже сменили название 173 улицы, 1 станция метро, 4 парка и сквера. Так, например, площадь Руднева стала площадью имени Героев Небесной Сотни. Улица Фрунзе теперь носит имя Богалея, а проспект Ленина стал проспектом науки. Можно как-то эти средства пустить на что-то более нужное, я так считаю. А потом люди же привыкли. Моя улица тоже будет переименовывать. Я на Чубаре живу, будет Бекетовская, по-моему. Я не против. Надо, потому что это история наша. И вот переименовывать улицы, исторические названия надо возвращать на мысль. Все расходы по переименованию улиц возьмёт на себя городской совет, заявил вице-мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в следующем году власть планирует выделить на эти нужды около 10 миллионов гривен. Юристы разъясняют, после переименования не нужно вносить изменения в паспорт и другие документы. Но если надо продать или подарить жильё, придётся получить копию решения горсовета о переименовании. Затем нотариус выдаст новый документ. Ещё одним знаковым законом для Украины стал документ о добровольном объединении громад, который Рада приняла ещё в феврале. Уже в мае 2015 года о децентрализации власти заговорили на Харьковщине. В свете реформ органов местного самоуправления территориальным общинам предложили объединиться и получать статус областного центра. Согласно утверждённому проекту плана формирования территории Харьковщины, 459 громад региона планируется объединить в 59. От этого выиграют объединённые громады. Те громады, которые объединятся, у них останется в их распоряжении большее количество денег. В одном месте это захотят на школы, их тратят, в другом месте на дороги, в третьем месте на больницы. Но количество денег, которые будут оставаться у местных громад, вырастет. Есть конкретные примеры, просчёты. Вот вы видели, Песачин посчитал. При объединении лишних 40 миллионов. Что такое 40 миллионов для посёлка городского типа? Это большие деньги. Сейчас в Харьковской области уже создана Старосалтовская объединённая громада. Ещё пять находятся на заключительной стадии создания. Более 40 объединений уже дали согласие на слияние. Безусловно, для людей это удобно. Это однозначно. Услуги становятся ближе. Есть моменты и увеличения финансовой способности. Здесь однозначный позитив и другого мнения не будет. Мы были одни из первых среди всех регионов Украины, которые утвердили перспективный план добровольного объединения громад. Но всё же одним из ключевых событий в политической сфере Украины в 2015-м стали местные выборы, которые состоялись 25 октября. Голосование не проводилось только на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Претерпел изменений и сам закон о местных выборах. Ставя галочку за кандидата, гражданин голосовал одновременно и за политическую партию, от которой он баллотируется. Также впервые голосование проводилось по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Партия является субъектом выдвижения. Блоки запрещены, 5-процентный барьер. И практически новые силы, постмайданные, они вынуждены идти в какие-то политические партии. А у них очень жесткие требования. И тем более проходных партий на самом деле всего несколько. В Харькове ситуация еще более сложная, чем в столице. Поэтому далеко не все, кто могли бы идти в горсовет, в облсовет, пойдут. На Харьковщине предвыборная кампания прошла со скандалами. Областное управление юстиции несколько раз отказала областная организация оппозиционного блока в регистрации. Начальник облуправления юстиции пояснил, представители Михаила Добкина несколько раз подавали документы, которые направлены на легализацию областной организации партии оппозиционный блок. У Минюста был ряд замечаний. Шумиха вокруг отказа в регистрации областной организации оппозиционного блока переросла в массовые беспорядки. Несколько десятков человек в камуфляже и балаклавах штурмовали офис народного депутата Михаила Добкина. Они разбили припаркованный рядом микроавтобус, в здание летела брусчатка, а через разбитые окна бросали в офис бывшей партии регионов петарды и дымовые шашки. В итоге Харьковский обл. избирком так и не зарегистрировал оппозиционный блок. ЦИК постановил, что эти выводы не базируются на действующем законодательстве, распустил старую областную избирательную комиссию и утвердил новый состав, который также отказал по блоку в регистрации. У нас есть решение суду Харьковского административно-окружного суду, которое говорит нам о том, что отмазать в регистрации Харьковской организации оппозиционного блоку. И поэтому мы, керуючись нормами закона, выполняем решение. По результатам голосования мэром Харькова в первом туре избран действующий городской голова Геннадий Кернес судебное разбирательство, по делу которого уже несколько месяцев идут в Полтаве. Генпрокуратура подозревает мэра Харькова по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, его обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийства активистов Харьковского Евромайдана. В областной совет прошли шесть политических сил. Возрождение, блок Петра Порошенко «Солидарность», оппозиционный блок, самопомощь, наш край и Батькивщина. Что касается сельских и поселковых советов Харьковской области, тут большинство у пропрезидентского блока «Солидарность». Наиболее высокие результаты именно в районах и городах Харьковской области. Без учета города Харькова политическая сила президента выиграла выборы и набрала более 25%. В целом, от блока Петра Порошенко «Солидарность» от Харьковской области 902 депутата. Это наивысший результат в Украине среди всех партийных организаций президентской партии. Есть определенные реформы. Вот мы видим, как даже проголосовали за пропрезидентскую силу. Это же во многом показатели популярности губернатора. То есть, в принципе, неплохо зарекомендовал себя как системный менеджер. Областной совет в третий раз возглавил Сергей Чернов. За него проголосовало большинство депутатов. Также претендовала на эту должность Татьяна Бедняк от фракции «Самопомощь». О «Солидарности» на пост главы облсовета кандидатуру не выдвигали. В Харьковский городской совет прошли представители четырех политических сил. «Возрождение», «Самопомощь», «БПП «Солидарность» и «Наш край». Для блага харьковчан мы будем объединяться и решать вопросы совместно со всеми. Там нет политической силы, с которой мы не объединимся ни при каких обстоятельствах. Оппозиционного блока там нет. Поэтому, как сказал наш руководитель, президент, что кроме оппозиционного блока мы со всеми контактируем. Оба совета нового созыва областной и городской уже провели по две сессии, принятые бюджеты Харькова и Харьковской области. По словам президента, через два года после внесения изменений в Конституцию в части децентрализации в Украине будут проведены еще одни местные выборы. Елена Захаренкова. Объектив. Итоги года. До новых встреч.